Всем привет, друзья! С вами я, Антон Влад. Ты чё, братан? Ииии, Юрий Хованский! С минералочкой! Да, охуенно, блядь. Вот, знаешь, кто... Что бы так ни сделало? Вино, блядь. Никогда. Ой, вино твой старый друг, который теперь к тебе не... Ещё не скоро зайдёт в гости. В командировке пока. Главное, главное со здоровьем. Так, быстренько скажи нам, что как? Всё в порядке? Лучше? Думаю, доживу до конца решало, поменьше мере. Ну это уже хорошо, друзья. Ну что, сегодня у нас новый выпуск решало. КИДНИКИ! КИДНИКИ! Да! Нам один молодой человек скинул про... Цыганку, в общем, вроде как интересно. Но Антон испугался, смотреть не захотел. Да нет, не в этом дело. Я просто не захотел. Сказал, типа, давай скажем, что там не двойной выпуск просто, что нам двойной нужен, типа... Нам надо двойной. Ну да-да-да, ну мы-то знаем, мы-то знаем, друзья. Да почему? Я не могу понять. Я просто их не люблю. Вот и всё. Единственное, нет, нельзя не любить. Это, это чё? Ксенофобия, нет. Так нельзя. Ты их боишься. Мы знаем, что ты их не любишь. Вы-вы-выдумываешь постоянно. Антон, ты единственный человек, который верит в цыганские проклятия и гипноз из всех, кого я знаю. Я этого не говорил, это ты сам придумал? То есть, мы можем поехать и на видео я попрошу цыганку тебя... Чтобы меня прокляла? Чтобы она тебя прокляла. Не, не надо. Так тебе же похуй получается. Время не жалко. Просто неохота. Всё, смотрим решалу, блядь. Без всяких там проклятий. Что сегодня опять плохо много. А уже холодает, видишь? А, кстати, новый сезон, да? Насколько я понимаю? Да, да, да. Самый свежий, блядь. Смотрим новенькое, ребят. Не просто вам там какое-то говно на блюдечке старинное. Свежачок. Ну что ты так сказал? Говно, конечно. Это не говно, а творческий проект Влада Чижова, блядь. Не, я имею в виду старое. Там как вино. Каждая серия с годами только лучше. Нет, мы прогрессивная молодежь. Сегодня у нас брашка. Названием дефицит. Чаще всего на этой истории наживаются мошенники. Тут же появляются какие-то предложения. Вот представьте ситуацию. Большой микрорайон. На весь микрорайон один садик. И в этом садике по традиции. Ситуация более чем обычная. Я что-то не могу понять. Что-то ребенка кинули на что-то. Пиздюк такое сказали. Знаешь, там девчонки прикольные. Тихого часа нету, блядь. На утро не кашей кормит, а бургерами, блядь. Я принес все бабки у родителей и взял. Оказалось, это не... Пиздят, заставляют спать. Это решал, это китняк. Просто не, вот вы заметили, да? Сюжеты, они со временем становятся не такими уж и очевидными. Я просто помню раньше был сюжет там. Вот, купил машину, оказалось без документов. А мне сказали, сейчас подвезут. И там какая-то хуйня. Или там какую-нибудь бабу, блядь. Бабушка пошла, ему сказали, стеклопакеты поменяем. Да и детский сад это стандартный развод. Пришли, сказали, уходите в детский сад. Нет, 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 не согласен. Кидники становятся сложнее со временем. Я тебе говорю, стандартная схема. Кто-то в роддоме... Делай ставки, блядь. А, ну давай. Кто-то в роддоме навел, кто видит, у кого дети, сразу же, блядь, ёпта взяли. Киднэпер. Пришла подружка, нет, пришла какая-то подружка, блядь, сказал, вот я из детского садика, хотите оплатить, блядь. Застолбить очередь. И вот застолбили, блядь. А прохиндеев и след простыл. Суки. Появляется некий частный детский сад. Понятное дело, что желающих в этот детский садик будет полно. Но только детский садик. Честный детский садик. А че детский садик? Просто бабки наплывают. Искатели какой-то, да? В хаты там кочки всякие, говно кошачье, знаешь. Не, вы заходите просто, они не кусаются. Там все коты бешеные, блядь. А зубы... Щипят. Смотрят на тебя, да, глазами этими, белыми, вот. Вы их не злите, главное, а они... А я такой, я знаю, что ли, как их злить, не злить. Просто не приходите сюда. И тогда они не будут злиться. Может оказаться... Только детей любят. Держите подальше, блядь. Именно в такую жиловку и попала одна моя подписчица, Катя. Дорогие друзья, а я напоминаю вам про наших партнеров из компании OneX. Дело в том, что сейчас проходят различные спортивные и киберспортивные мероприятия, в которых вы можете поучаствовать, если уверены в своих силах. Но главным ивентом ближайшего времени можно считать матч Украина-Испания, который будет 12 октября. Пожалуйста, друзья, пользуйтесь промокодом POWER и получайте до 100 долларов бонусом на свой счет. Переходите по ссылкам, которые закреплены в комментарии, либо по вот этому QR-коду, друзья. Я желаю вам удачи. Я с ней договорился о встрече. Будем выяснять историю таинственного частного детского сына. Ипать вообще просто Варламов скинуться готов. Что вы делаете? У меня коробки одинаковые, блядь. Я не могу зрительно запомнить, где я находился. Хочу дома маленькие с этими, блядь. Да. С верандами, блядь. Чтоб там. С колоннами, блядь. Терраса. Чтоб задний двор был. Чтоб у каждого свой внутренний дворик. Вот у каждого человека был свой. Конечно, так и будет. И велодорожки везде. Прям, блядь. От двери моей. Я еду нахуй. Прям по падику, блядь. Ёпта. Вот у меня для людей тут лестница, а для меня велодорожка. Я прям аккуратно. Да, все это лавирую между это. И приезжаю на работу. Прям, прям, прям нахуй поехал. Три минут кардио. И я в форме. И я это самое заряжаю бодрящим чаем, блядь. Или там кофе. Естественно, автоматы везде. Да, конечно. Поставлю. Очень хорошие зерна. С Венисуэлла привозим, блядь. Только оттуда, да. Каракас, блядь. Значит, пьем. Это охуел. Такого не будет никакого. Россия. Это Россия. Ты живешь, блядь. В ССЖ, блядь. В ССЖ. В какой стране живешь? Какие-то дорожки. Какие велодорожки. Не вбили, блядь, и то. Спасибо. Скажи на машине. Живой, живой доехал, блядь. Во дворе дорогу не могу перейти. Причем, она не магистраль никакая. Просто дорога вот на другую сторону вот двора, блядь. Там быстро, блядь, это все. Кого-то не пропустили. Там сразу выходит. А тут, блядь, размечтались. Нормально встал, нихуя себе. Может, Влад нас слушает, блядь? Еще бы поместилась одна машина. Ну, по-хорошему. Ну, одна, не две. Ну, он приехал не под вечер. Что-то он на куртку, еще какую-то тужу. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, здравствуйте. Что, ребят, в пинг-понг? Где лох? Где ракеты есть? Да не это уроди. Западкающий тар. Да, я вам писала Наташа. Давайте знаки. Светлана. Кого развелите? Рассказывайте, что у вас случилось. Ой, на самом деле... Ебать им по 13 лет. Они сами как в детсад выделили. Да-да-да-да. И такие уже, вот у меня ребенок. Так сколько лет-то уже? 15. Кинули? Кинули на деньги. А муж-то вы где? Здесь беременна в 16 прямиком. Это-это та же самая телка, смотри. Ой, вообще похоже 1 в 1. Мы на канале смотрели, беременна в 16, да, это походу она... Из Калуги еще. Я только из Калуги приехал, а меня сразу же развели, блядь. А меня там били, а здесь на деньги ставят... А тут даже не знаю где лучше. Москва. С одной стороны глупые, с другой стороны... Не, вот так-то видно, что... Такая ситуация катастрофичная. Дома, вот там вот все от битык стоят. Все семейные. А на мою, наверное, все сады типа не помнены, не стоят. Да, да, вообще нет ни одного места. Вот, а тут... Почему я решал этим заниматься? Такой, так вам садик что ли найти, бля? Вас устроить в сад ребенка? И зачем я приеду? Может у вас знакомство есть? Может у вас что есть? Да нету. Сами сидите. Нянечку наймите, блядь. Что случилось? А вы на что? Нашли объявление в группе нашего жилого комплекса. Что открывается садик, вот прям в этом подъезде. А там, знаешь, объявление типа... Кликаешь, смотришь, типа кто подал, а там как хуя типа... Уайт спирит нахуй, ну типа... Не им не фамилия, а открываешь, говорит, волк на аве, нахуй стоять. Да, да, да. Такая хуйня, типа, блядь. Две фотографии, первая вчера добавлена, блядь, вторая. Да, детский сад, все правильно. Да, 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 все верно. Так как детский сад, улыбка. Он просто заходишь в стены, а обоев нету. Просто это самое, пахнет, резкий запах. Да я думаю, тут ничего не будет, просто деньги заберут и смоются. Какая-то, у тебя и улыбки не будет, блядь. У них квартира там, ахахаха, они охуели. Радостная была, что наконец-то... А там приходит ребенка, какого ребенка, охуеть. Где? Вам что тут? Детсад, это квартира, блядь. А они такие, как же написано было сегодня, тут была табличка, детсад, улыбка. Какая-то... Ты обождалась, подруга. Ты открываешь, там вообще ничего нету, из того, что было. Там у меня ничего, саквояж стоит, который вот так вот шатается, там мама. Не-не-не, рама на окне такая. Как будто кто-то только что через окно съебался, блядь. А ты как-нибудь путаешь. Попробками надо таскать в транспорте. Ну и на районе конечно. Не знаю, он представился как Виктор. Как этот чувак, какой Виктор, блядь. Михаил Павлович, блядь. Да-да-да, он просто искал Виктора, я не знаю кто. Взял, взял деньги. Взял. Так я вообще, что ли, брал? Мы. Нет. Не сдавал ты часов никаких, блядь. Так ты иди, проверим, кому сдавал деньги. Спасения, потому что у меня дочка. Я так и думаю, быстрей, быстрей, быстрей. Надо быстрее ее склады пристроить, на работу тоже выходить. Ой, я уже боюсь. Блядь, решил прям такое. Бэ, мамы. Блядь, заебали, да? Типа уже ближе к делу, блядь. Это у меня уже полно. Ближе к делу, блядь. И я прям радостная была, что кинули, как и да. Я кидняк, они уже все. Это я все понял. Садиков нет, это все. Пожаловались на дороги, нахуя. В декрете, тут пробки постоянно, не доехать, нихуя. Не выехать, а гулять негде. А сплошной, сука, асфальт, блядь. Сделали площадку детскую. Ебай, мозг есть? Асфальт. Он же башку себе разобьет. И решал такой. Да, да, да. Так это самое, а что? Чего я приехал-то? С прохиндеями-то, блядь. Нескакие, все. Так, понятно. Ну и в итоге. Ну, в итоге. Я прям сразу же позвонила, мне ответила. Оксана, по-моему, звали. Блядь, им поболтать, что ли? Просто хочется, блядь. Я позвонил, поболтал. По-моему, Оксана. Оксана, я знал одну Оксану, та еще сука была. Да, у нас тоже жила. На этаж выше. Шалашовка ебаная, блядь. Мужа моего прошлого. Вышла за какого-то... Импортную. Да. И поехала, блядь. А теперь хуй знает 10 вещей, свищи. А нам-то приходят квитанцы, блядь. А что делать-то, блядь? Решала? Я в ТСЖ иду, мне говорят, а что? А меня-то футболивают, значит... Хуй его. Маски мне ебят. Через две недели садик будет, только осталось два места. Угу. Ну, у меня двое детей, я решила, что надо прям очень быстро, оперативно. Такие, просто это, чуваки... Объебаловка на деньгах. Да, два места еще, еще только двоих могу наебать. Потом на обед пойду, блядь, ёпта. Так, этих два всегда, ёпта, к тому что. Ну, а вдруг у кого три? Так, ну, если... Щас найдем еще... Щас я позвоню, мы выгоним бюджет, и сделаем пару звоночков, блядь. Я выгоним одного, и все. Прибежала, мне девушка открыла дверь, все мне показала. Показал мне дизайн-проект. На бумаге, что ли? Ну, да, наверное... А, это он... А-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а! А-а-а! Как я, а-а-а-а-а-а-а! Как я буду с этих детей водить! Как в маке, что ли? Кровь и вино, когда он, блядь, в картину попал! Я также нахуй повешу этот дизайн, блядь, макета! И вот туда ты пойдешь, ну, сегодня или завтра. Ты с ребенком, блядь, я в эту картину завезу, там оставлю обратно и на работу пойду, блядь охуеть! Как это называется киняковый кикстартер у нас тут получается Так что-ли выходит? Нет, они покажут что уже все готово Да не, будет готово А, будет Вкладывайтесь наверное Благи, но она Да, на своем, блядь Монорель, блядь, строительство Спрингфилдского, блядя Ооо, там вообще чего хочешь можно нарисовать Нет, нет, фактически садика не было, но все было так красиво Полностью она Ты 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 ты, дура, блядь Ты что, я в тяческую садик? Не, не, фактически, но очень, очень красивый Мы не нарисовали вот такой детсад Как Кампус и в Эппл, блядь А ещё люди жалуются, что дизайнеры хуём зарабатывают Вот, смотрите, нарисованный садик аппадемент продаём, блядь Потому что это просто... Ничего технологии... Нарисуй в Майбах, скажу, вот такой купите Выставлю на автору, блядь, 3D-модель Майбаха А бумага, что-то такое А там ещё, знаешь, видео, просто с фотография Вот скриншот из GTA 5 со всеми модами Не отличишь вообще от настоящего ENB на графику навернул Какая-то в жизни, блядь Я не пойму, типа, что такая она чистая, новая? Отражение немного, лесенка идёт, блядь, в этом зеркало Надо смотреть дальше просто Нам показалось, что вот здесь будет игровая Что здесь будет, там, для занятий Здесь будет игровая? Очень красиво расписывается Тут будет ваш сын играть в игрушки Вот здесь, вот в этом квадрате А деньги будут не где-то, а вот в руке у меня А садик? Пальчика денег А сад на бумаге? А что реально было в квартире? Ничего, по факту не было Это просто Ничего не было Не, всё-таки была квартира Походу, это как это, дом как-то, типа, сдали, какую-то хату сняли, без ремонта искали, типа, сами-сами заедем, всё сделаем А там сами такие, детсад был здесь Как это? А я вообще? Да не будь на самом деле, не переживайте, мы наебём просто людей Не, а мне вот интересно просто Вот, если я, допустим, покупаю квартиру Ну, например, я чё-то могу детсад организовать, почему это не запрещено? Я не понимаю, просто, у меня там постоянно крики воры какие-то, приходят соседи, что вы делаете? Постоянно дети плачут, а у меня, блядь У меня детсад Пятнадцать, блядь Да, у меня пятнадцать детей Такие в студии Просто стоят койки, койка на койке Не, койки приколочены к стене этим, просто в местах не было Да-да-да, на цепях Я не понимаю, типа, это просто какой-то барах, это эти санитари, они все И сколько там? Всем норм, блядь Пятнадцать вьё, делаешь говно И стоишь такой, ну найдите, найдите другой садик в Москве, блядь Зато Вы, вы, вы поищите, блядь Вы сами придёте, как сын родится, там дочка, блядь, сами ко мне А я вас не, не возьму У меня тут расписано Бля, прикинь, на год Сколько там, пятьсот рублей в день бы брал На пятнадцать человек, сколько, пять, шесть, шесть Такой, дети, они же сами играют друг за... Чё, это какой, знаете, блядь Ну, семь, семь с половиной за день Посрали вовремя и поели, всё, типа, и там пускай бегают, блядь, играют в машинке Семь пятьсот за день и помножить на... Ооо Эта епотека так... Оооо Закрой, блядь, выстелю их, находят чистой квартира Ну как зумерки, которые сейчас твои реакторы смотрят, подрастут, будут тебе приносить на 20 лет, если, типа... Мне не надо чужих детей. Не-не-не, с популярностью, если они срастутся, ты будешь прямо в гараже их. Вот для детсада вообще в гараже. А у меня там развивающие игры всякие, болгарки. Модельки болгарки. Буду ребёнка с малых лет там. Я видел, кстати, это, зашёл на сайт от онлайн-магазина, ну ладно, не буду говорить какой. Короче, набрался реально болгаркой, там мне выскочила детская болгарка. Ну там, чтоб дети учились сразу пилить с малых лет, я так и подумал. Прикольно, блядь. Сразу же вот так. А стоит столько же, сколько настоящие, самое интересное, это прикиньте. Там, я себе болгарку купил за 4 500, это дохуйня набор стоит 4 500 для детей. А там, наверное, не только болгарка. Я не знаю, я не вглядывался, но сам факт, что можно настоящие инструменты купить. Прям с трёх лет въёбывать можно начать, прикинь, блядь, уже ебать всё, сынок. Учись. Чуваку 9 лет, он болгарка и всё, блядь. Уж без защиты, чтоб глужу прорезала. Просто это, знаешь, прижмуривается, блядь, так слегка. Для того, чтобы потом это всё уже будет. Но это было всё настолько убедительно и по богам, по мамам. Трёх мамок развели, блядь. Я думаю, больше. Нам было всё предоставлено. Да, может, просто надо было всё это проверить. Да, может, пойдём в эту квартиру? Всё такие, надо было... Они нам всё предоставили, просто нам надо было проверить, наверное. А мы нахуя спрашивали? Мы спросили, нам предоставили. И чё? Так я не по... Ну и мы подумали, наверное, всё честно. Наверное, всё так. Встанет нечестный человек нам какие-то давать реквизиты или... Не, ну они подумали как, что квартира-то есть. Значит, и садик там... А куда они тянутся? Значит, сад будет съёмный. Она вас что-то подгоняла, что ли? Она вас что-то подгоняла, что ли? Она очень торопилась. Очень торопилась. Не успел. Только деньги взяла и это, ладно. У меня ещё, это, 50 семей сегодня нужно будет. Надо другим тоже показать, какой будет детсад. А когда примерно открыть? Позже. Сам позвоню. Всё по WhatsApp. Да-да-да-да. Всё, всё по WhatsApp. Вся связь по WhatsApp. У нас группа людей. Это значит... Это... Отправляешь на следующий день, а там галочки... Ну типа это... Не проходят, не доставляются. Как так-то, блядь? А детсад радугой написанной. Радугой нарисованной. Улыбка, блядь. Это свинка-пеппа. Когда я звонила, что одно место только осталось вообще. И я прям поэтому бегом побежала, чтобы успеть. И вас тоже подгоняла. Ебать мне. Просто наебало. Пиздец. Ну вот, женщин как на распродажах вот это наебывают. Типа, блядь. Последний сейл, блядь, на этот сезон. Ебать, надо быстрее. Надо быстрее. А чё, а чё, блядь, покупать-то? Такой куртки я не найду. Да, 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 да. Ещё вчера она тебе нахуй не была не нужна, блядь. А теперь надо, надо купить. Не, ну за эти деньги может кому-то уже и надо. Так и здесь. Просто позвонил такую. Два места осталось. Ебать, бежим. Бежим быстрыми деньгами. Бежим не с тём бабло, блядь. Можете опоздать. Ну, чё делать? Я внесла 60 тысяч за двоих детей, а вот... Ну по одному ребёнку, да. Отдали 30. 60 тысяч. Ещё одна девочка есть, на курсе прийти не смогла. Тоже у неё, да. Ещё одна девочка. Четверых в месяц? 60 тысяч? В смысле, 30 тысяч в месяц стоит детсад? Да, видимо. Ну а чё ты хотел? Кто с твоим ребёнком меньше, чем за косарь в день сидеть будет? Ну вот. Я помню. Чувака Алсатова в совачках. Он такой, да я бесплатно. Детей я люблю. Пойдём, давай, этот самый. Вот ты наймёшь такого, а он тебе позвонит и скажет, мой телефон разбил ваш пиздюк, давайте, блядь. Я только... Сейчас я приеду тебя ебало разобью. Я эту фишку знаю, блядь. Ты же самый легендер. Тоже самое всё было бы. Тоже самое, таксан. Мы на самом деле вообще не знаем. Мы не знаем сколько ещё. Просто куры какие-то, я не понимаю ничего. Вот узнаем у друга, как... тоже по одной беде... Деньги, 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 деньги. Брали, блядь, столько денег. Ей отдавали... Украли, украли. Кошташка. Пороны, блядь. А как выяснилось, что детского садика... Выяснилось так. А выяснилось... Мы пришли, а там никого. Нет. Нам Оксана сказала, что через две недели всё будет. И она... А там ничего... А там ничего не было. Я звонка не дождалась. Тоже люди такие наивные, просто видели же... Голые стены... Голые стены... Да кто за две недели... Рево... Две недели... Мусор вынесут только вот... Не, ну может там обои уже есть, просто по кровати поставь... Да... Нет, ты как... Какие обои... Я тебе говорю, вот это просто... Поверить то, что... Смо... Кто-то сможет за две недели в России в сад складе... Ты две недели тебя просто будешь ждать эту... Какой-нибудь... Цемент нахуй, блядь. Заказал, оплатил... Где цемент, да, блядь? Что, привет? Поступят через два дня на пункт самовывоза, блядь. Какой... Где цемент, сука, блядь? Не, ну ты тоже такой, типа... Не, почему? Есть же всё-таки люди, которые быстро работают. Ну, хуй знает. Не встречал, блядь, таких... Я, блядь... Чувак, я на ремонте собаку съел, это всё... И начала звонить сама. Абонент, не абонент. Всё, вообще... Нет такого телефона. А вы со своими... Да, я же звонила, я приходила, да что-то. Там вообще ничего не было, чего закрыто. Да, я тоже, кстати, приходила. В итоге с ума на кигнях. Ещё одна, 150, которая не пришла. А что было с этим постом? А его удалили тоже. Всё, он взял. А чак-то удалили, блядь? Я просто... Нет поста, нет дела, блядь. Я просто открываю ватсап-листа и думаю, где шмучат? А его нет. Его удалён просто нет. Всё, как будто... Как будто и не отдавал денег никому, блядь. Ну, понятно. А договор? Я ещё... Осталось от всей этой истории только щемящее чувство пустоты в кошельке, блядь. А, да, чтоб меня наебали. Это всё как... Ни переписок, ни поста в группе. Не, ну это нихуёво так, конечно, блядь. Это как получается? Типа... Просто снимаешь квартиру за 20 тысяч рублей. Ну, кто ещё поверил, что так можно просто в таком типовом доме, блядь? Часный детсад, это нихуя себе. А соседи одобрят, блядь. Потом, когда всё произошло, пыталась пробить ЭТВ. И вообще такого даже нет. Блядь, а чё вот... Раньше не сделали. Вот, блядь, спросили же, вам дали. Вот просто возьми да пробей. Типа, блядь, реально... Нет, сначала деньги отдадим, потом, когда уже нас кинут... Да-да, от документов. Кинут нахуй, мы такие, а может пробьём? Чё, нам дали? Да, давайте посмотрим. Может нас кинули, а не раз такие... Бум-бум-бум, там красными буквами. Киняк, киняк, киняк. Вот такая... Похоже киняк. Похоже киняк. Кинули! Липов. Ну просто мы с одной дуточкой повели с ней. Девочки, конечно, пробивать ИП, пробивать документы надо было до того, как у убийств не тянутся. Мне кажется, что решало, просто сейчас скажет. В общем, будьте теперь внимательнее и уедет оттуда, нахуй, потому что... Пойду помогу кому-нибудь. А где его искать-то, нахуй? Теперь, чувака... А он сейчас ведьмакучивает соседние районы новостройки. То есть, если тут новые дома, значит ты соседний. Совсем что ли охуел? В соседний дом пошёл? Смотри, так удобнее, потому что если ты будешь рандомно тыкать по карте, то рано или поздно забудешь и куда-нибудь придешь, где тебя уже знают, а так ты прям, знаешь, по спирали начинаешь, вот так, по спирали, чтобы все. Тебя так и узнаешь, что ты там четырех кинешь, тебе скажут, что вот же трое, три, это, четыре точки, раз, два, по спирали идет. Вот он тут будет, блядь, она в этом доме будет точечная. А ты ее потом назад повернул, вот так вот, блядь, ёпта. Тебя так все равно поймают, блядь. Снес программ. Тебя и так поймают, я думаю, сейчас его решало, блядь. Нужно снять программу решало, чтобы наконец-то полный, сколько, чем платят деньги, нужно всю информацию проверить. Чувак, а менты? Что тебе? Вы, вы, вам пришли, показали книжечку с распечаткой, вы отдали 60 тысяч, ну, кому отдали, я не знаю, он сказал Виктор. Хахаха, какой Виктор. Да нет, какой Виктор. Да в смысле, да в смысле, а это работает вообще, нахуй ты милиция нужна, блядь. Ну понимаешь, это все для того, чтобы избежать скама, то есть грубо говоря, если всем таким платить компенсации и расследовать, то как мы просто сделаем, я скажу, что ты меня кинул, например, а ты меня не кинул, мне деньги вернут и ты как бы тоже деньги имеешь, то есть мы их как бы дюпнули. Да кто деньги-то вернет? Получается, ну, как это, если уж помогать людям, то надо до конца, значит надо искать виновного, блядь, компенсации. Да, 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 так вы все правильно, это ваша работа-то, все правильно говорите, идите и ищите. А ты такой, значит вас дюпнули там, откуда деньги-то? Ну, чувак, блядь, а кто будет дубинками митинговщик платить, ты же такой наивный, блядь, это как будто дел-дел. Да, вот это вообще делать надо, надо, чувак, надо работать, блядь, на той работе. А говно, а говно подбрасывать людям, блядь, это чёрт твоя, блядь. Неужели это вся работа, которую они добыть не могут, ты пиздишь. Кажется, что это не про меня. Да нет, да охуел, да не должно быть такого. Ну, не должен. Наверное, наверное, не должен. Ну, нет, далеко не все такие, блядь, полицейские, как ты говоришь, вообще. Да, но я не думаю, что кто-то будет разбираться с тремя кинутыми мамашами. Был бы я полицей, я бы разбирался. Ты бы разбирался, и как бы ты их искал. А что, решал, что ли, блядь, лучше? Он решал, видишь, свои какие-то с 90-х наработанные каналы. Он обращается к новому менту, который вон с 90-х. Там сейчас, там новый жильц. Он, скорее всего, мёртв или бандит. Уже на данный момент. Ну, это как бы не... Или... Чё? Там. То есть, никакой садик там. Светой. Платите нам, пожалуйста. Прям, деньги для нас очень большие, такие существенные. Вот вообще, у Кати... Да это большие деньги вообще считают. Это не для... Я для кого угодно. 30 тысяч. За хуй это кому? Это можно много... Это даже вот, если что-то такое дорогое. Это примерно две каких-то дорогих вещи. Две вещи по 15 тысяч. Да-да-да. Или три по 10. Это... Сколько угодно. Это три по 30 по 1000. Это... Вы сейчас тогда... Езжайте к детям. Вот. Катя, мы сейчас поднимемся к этим новым жильцам. Стараюсь вам помочь... Да там не они, блядь. Уже там... Дядя Петя... Какой-то... Пиздец. Какой сад. Маловая. У меня... Спасибо большое. Пока не за что. Я ездил на дачу. Возвращаюсь, ебать. А входа вскрытые. Замки вскрыты, блядь. А у меня это, знаешь, у него эти... Решил думать, такой, да кому надо? Оставлю дверь входную от застройщика. Ебать. Скрыли консерву. А не, он, знаешь, он идёт, идёт и видит у помойки трюмо своё. А вот такое, не могу. Чего? Это кто-то такой же выкинул? Ах, у меня. А там у него наклейки. Подходит, да. Так это же, блядь, моё... Он обратно его тащит, охуеть. Это там, блядь. Это втроём несли, наверное. Пока не за что. Пойдём чекать. А там бомж уже его вещи, в его вещах такой. Он уже в тумбочке роется. Нет, в него типа шмотка. Ебать. Куртки идёт. Ты чё охуел, это мальчик слабый. А он в шинели в него, он такой, ты охуя моя. Кинули, блядь. Всё, ясно, блядь. Поднимаемся. Так, куда? Сюда. Покази. Покази. А чё они идут-то? Ну, щас решал. Сами, ясно, безрешалый боец что-то ебал настучать? Так ну, а чё они реально идут? Придут, скажут, где наши деньги? Вот она. В пизде. В пизде, мальчик. Через глазок. Ты хоть выйдешь? Никогда не выйду. Нет, а щас выйду, значит, приоткрыл. Ай! А что это? Сука! Наши деньги. И прикинь, через меня перепрыгнул и бежал. Здравствуйте, опять Вы? А что за камера? Вы ещё телевидение с собой привезли? Здравствуйте. Одна ходит, вторая, третья. Что? Квартира не моя. Мы сняли её 4 дня назад. И за это время девочки уже 100 раз у меня были. Я каждый раз им объясняю одно и то же. Я ничего не знаю про ваш мини-сад. И я больше... Ну, конечно, вот, вот, блядь, чуваки, вот, не могли, вот, увидев вот это, понять, что тут не будет. Садика никогда, блядь. Тут смотри, какая площадь. Блядь, чувак, как у тебя дети... А может, трёшка, откуда знаешь? Ну, и мы что-нибудь не захотим. Как у Воланда, блядь. Открываешь двери, там огромные. Детям-то надо бегать, резвиться, блядь. Нет, надо спать. Сложимся спать, блядь. В чемоданы их тогда положи и на шкаф, блядь, на полке находишься. Тихонько играем в это, в конструкторы всякие, это, там, разговариваем. Садимся плотненько по... Три человека на два стула. Стульни вплотную ставим. Да нет, все на один диван и смотрим мультики, блядь, до вечера. Всё, вот. Я уверен, что вы к мошенникам не имеете никакого отношения. Я специально к вам поднялся для того, чтобы поинтересовать... Кого сняли? Ну, наверняка, ваш хозяин квартиры-то в курсе, что происходит? Конечно, в курсе. Я ему звонила, жаловалась, спрашивала, что это такое. То есть вы с хозяином на свете? Хозяин квартиры такой... Что такое? Что, протекло что-то? Нет, детсад у вас. Ай, блядь, это... Не звони, сука, сюда, выгоню, а то... Ты что так не говоришь? Сожгли? Сожгли что-то? Не-не-не, это тут заходят люди. Они что-то поджигают, блядь. Они топят, зато ремонт... Ремонт испортили. Ремонт портит мой. Не-не-не, ну и... Что это нахуй? Не звоним. В кодемиски троих. Вы не можете дать его контакты, чтобы я с ним переговорил. Возможно, будет какая-то информация. Хорошо, подождите. Запишите? Пиздец, чувак, в головнях отстает, как попало. Восемь девятьсот... Восемь девятьсот... В жизни бы не подумал, что фальшивый детца. Такой, ну, думал, ну, максимум порно какое-то. Может, кого-то там будет держать насильно. Да-да-да, похитят или... Какой-то детца-то, они же теперь всю жизнь будут... Из моей хаты. Всю жизнь будут ходить, деньги требовать свои, блядь, обратно. А еще, эти бабы такие смешные всегда, что... Да мне похуй вообще, верни ты. Да-да-да, я вам несколько раз сказал уже, я вообще не... Верни мне мои деньги. Да, это не я, у меня их нету-то. Да мне похуй еще. Знаешь, через много лет, там уже лет пять, тут живу, она все равно, все равно ходит. Верни половину хотя бы. Да это не я! Ахахах, краска облили, лживый, лживый сад. Верни половину, какую половину, если я не брал... Дай мне тысячу хотя бы. Ты еще, дай тысячу. А вот она скажет, если не будешь туда ходить, дам пятьсот рублей. Только Даша будет опять ходить. Да, это еще пятьсот, еще пятьсот. И так шестьдесят тысяч. Осталось, да, ёпта. Все вопросы к нему, я вообще тут ни при чем. Единственное, что он за границей, звоните через... Иначе не возьмет просто... Спасибо вам большое. За границей нормально. А я решал не умеет. Такое, это уже проблема, блядь. Да, я... Я с трубками так... Да я позвоню, похуй. Заплатят за роуминг. Только аудиофайлы могу отправлять. Мне и жалко их. Ну и себя мне жалко. Я уже боюсь к двери подходить. Извините нас за беспокойство. Спасибо за телефон. До свидания. Сейчас я такая, а что вы ее не уебали? Да, она, сука, это она. И не забрали деньги мои. Она в сговоре. Давайте решал это, разбирайтесь. Верните. Давайте решал, вскроем дверь, посмотрим. Там точно деньги начали. Надо было ее оттолкнуть и зайти, посмотреть, если там ремонт. Надо глянуть было сейф, там точно лежат наши сто двадцать... Сто пятьдесят дали. Какой сейф. Катя, вопрос, конечно, за пять минут не решится. Вот сейчас буду звонить хозяину. Телефончик есть. Спасибо вам огромное, что вы приехали. Хозяин сейчас в Интитет. В Сингапуре. На Маврике. Дрыхнет, блядь, у него ночь на той. Спасибо большое. Чего я, блядь, детский сад? Чего? Вы откуда? Вы Влад Чижов. Кто? Какой канал? Надо было сразу пускать, ТСБ убили человека вашего. А, что, блядь? Он сразу проснулся. Теперь, когда, блядь, я захватил ваше внимание? Да, мы про детский сад поговорим. Блядь, а помните, раньше была эта программа телевизионная служба безопасности? Такая смешная хуйня. ТСБ у нас по питерскому каналу шло. И там постоянно, короче... Такой-то там этот самый бросился под колеса машины в пьяном состоянии. Там мы переехали, блядь, два раза. Ему ничего не стало. То есть, как бы, он начал бросаться на людей. И там приезжает такая машина, знаешь, какая-то девятка. У нее сбоку написана реклама какая-то, там, какая-то... Которого же давно нету. Служба-аллигатор. И там все разбираются. Весь выпуск, что с этим чуваком делать. Так они его, что, задерживают? Так это не менты даже. Это просто, как бы, группа... Это телевизионная служба безопасности. ТСБ. Они приезжают каждый раз раньше ментов. И как-то перехватывают или что. И они там постоянно, вот везде, где милиция приезжает, они снимают прямо, как милиция приезжает. Прикинь, первее всех. У них камера уже, свет стоит. И там выходят. Ждут, ждут. Да, 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 а там чувак буянит уже. Они такие, что вы будете делать с ним? Нет, такую подводку пока снимем, блядь, пока это такой. На улице куйбышево молодой человек. Да, прямо сейчас. Бьет ебало старучки. Ждем милицию. Зумирует там бабка. Ай! 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 А он ее прям, у нее в руке ключка. А он взял руку, прям ее же клюшки. И милиция такая, что? А почему вы, а мы с ТСБ. ТСБ, ёпт. Это я вам такой хуйню, у него это, знаешь, эти, пресс, пресс, мы не можем вмешиваться. Кто вы так хоть бы оттащили от бабки? Да хоть я бы, да, не хоть бы, а оттащили бы. Алло, здравствуйте, это Илья Александрович? Здравствуйте, он самый, а кто это? Меня зовут Влад Чижов, я работаю. Сразу видно, человек за границей живет деловой, блядь. Да, а кто это мне звонит на этом языке, который я уехал? Да, чтоб не слышать. Мне слышать, кстати, мне какой-то батник, алло. Снимаю программу Решало на канале Че. Программа о мошенниках. Дело в том, что в вашей квартире вроде как Липовый детский сад открыли. Вы же знаете эту историю, да? Ну мне же если рассказывали, да, здесь какая-то ошибка произошла, я подумал. Да, ошибка, блядь. Дело в том, что я квартиру-то месяц назад уже отдал риелтору, вот, Евгения. Ну, виду, такой риелтор попался, никакой вот. Хотел поменять, да не с руки, а сейчас за границей нахожусь. Сдал буквально на днях, ребятам, вроде нормально. То есть это риелтор, блядь. То есть надо контакт риелтора искать, чтобы выяснить, кто сдавал последний. Сейчас Влад ему позвонит и такой, нужно выбрать мне квартирку. Да, да. А вам какую? Да, в пределах садового кольца какую-нибудь. Не больше 60. Строчку, пятерку там. Держи, а сколько квартиры снимать в Москве дорого, наверное? Целый. Квартира не сдавалась, да? Такие языки сам удивлялись. Целый месяц, да. Квартира нормальная, по нормальной, саней выставил повредничную, вот. Илья Александрович, а не могли бы вы мне телефончик этого вашего риелтора Евгения прислать? Я хочу с ним пообщаться. Да, Евгения, блядь. Блядь, а Жека попал. За рулем еду. Жека, наверное, кому-то тоже пересдал, сейчас сразу увидел. А Жека сам, наверное, и организовал, блядь. Думаешь? Я думаю, да. А я объясню, почему. Потому что, как бы, он-то ему объясняет, что квартира простаивает, никто ее не снимает. Это значит, он время тянет, чтобы что-то прокрутилось в этот месяц. Понимаешь, типа, в чем дело? Ну, я и говорю, что, может быть, кто-то другой крутит, а Женю, блядь, в деле просто, ебта. Ну, Женя точно замешан в этом. Ебальник, я думаю, будет бить. Ебальник Жекина будет разбить. Все, спасибо. Молодых мамаш кинул, нихуя, четверых за раз. Ну, вот попробуйте меня убедить, что этот Евгений не в теме. Получил квартиру, вполне достойную, по рыночной цене. И целый месяц не мог ее сдать? Да вряд ли. Ну, бывает, знаешь, решал такие вещи, как... Что не сдается? Кризисы, да, какие-то. Нет, решал не верить, саду. Сезонные колебания. Ведь схема началась ровно месяц назад. Такой, тяжело было бы, конечно, с решала и в 90-е дела иметь. Он такой, приходит к тебе, а я тебе месяц назад хату дал. Какого хуя она еще не знает. Ну, вот, никто не берет, как... Это отличная хата, ты меня кидаешь? Да мне кажется, что там даже не с хатами было бы, а просто приходит такой, Влад. Стоял в пробке, разбили стекло и барсетку тиснули. Бля, бля, с твоими бабками, Влад. Он такой, пизда тебе, ты что, сука, ты как, как я могла... Окно-то, окно было разбито, Влад. Посмотри, посмотри, вот. Ты разбил, что мне смотреть на твоё окно разбитое, я сейчас наебальник. А что я должен был сделать? Он в жопу засунул эту барсетку и там вези, бля, тебя же не разобьют, что... Догони его, бля, переедь машиной, блядь. Да там люди, там, бля, похуй, ну, бля, где мои деньги. А я, блядь, чё, те люди, вот иди у людей деньги проси теперь, блядь. Уж стоять, блядь, теперь возле Казанского, нахуй. Безногим, блядь, в метро будешь ездить, сейчас мы тебе, блядь, под трамвай положим, блядь. Под электричный. Форму выдадим, блядь, вот. Ябаки, ты видел, как в Москве люди живут-то, нахуй? Смотри, вон туда, вот. Чё это? А, оооо! Ебать, своя собственная бухта, да вы чё, охуели, что ли, там? Мы с ним пришвартоваться. Да, блядь, у меня, я смотрю на бухту утром. Я, знаешь, просто это, как кормлю уточек, там, типа, вытажу. Охуеть, вот это Москва, блядь. Катаюсь на катамаране. Да, на своём собственном, я уверен, там можно гидроцировать. Я его прям вытаскиваю из дома. Домой везу, да, на телеге. А вообще, можно просто этот, большой, этот, матрас надуть, да и плавый. Весло. Ну, это-то учитывая, что, наверное, Москва река, я б не весну. Да купаться-то не надо просто. Опа, а вот у телефончик агента, тут прямо сейчас и позвоним. Ты там, скорее, от миазмов потеряешь, блядь, со зданиями охочи. Да ну. Миазмы, ну, так быстро, блядь, это образуется. Здравствуйте, это Евгений. Да, здравствуйте. Меня Валера зовут. Ваш телефончик, там, знакомые порекомендовали. Нужна квартира в аренду, а желательно сегодня. Как всегда, ликойте жадные чуваки, вот прямо, блядь, вот. Квартирка, сегодня деньги. Ты поднял, блядь, сто двадцать, сто пятьдесят кусков получил, и вот всё такое. Мало, мало. Комиссию можно ещё, нормально, сейчас сдадим, сдадим, конечно, сдадим. Короче, срочно хата нужна. Понял вас, секундочку, повесите на телеподимацию. Срочно. Деньги, вот. Стрясёт пачечкой, вот они в руках. Отдам, отдам сейчас, отдам. И чувак такой, ну, ладно, где, где деньги-то? Деньги у меня. Здравствуй, блядь. А, это же так, да? Евгений, да? Хорошо. Вот, вот я это решала, и ни одних Жигулей за окном нету, ни одних. Я посмотрел. Москва. ПМВ. Ну, вон, Газелька. Так это, нет, так это такси, блядь, какое-то, или что там. Только после ремонта хозяева съехали. А ты не думаешь, что это Жигули просто не дожили, блядь, до этого времени? Да как, Ладу вес тут делают, блядь, вот, посмотри. Мерседес, говорит, это ни одной русской машины, ни одной. Ужас. Это ты ещё на людей не смотрел. Всё, благодарствую. А, всё. То есть, как бы, у нас теперь наоборот, игра пошла в другие ворота. У нас теперь кидало на крючке, а так получается? Да, такой сейчас довольный. Так, какую хату я ему сдам? Самую дорогую? Или чуть дешевле? Он, он торопится, поэтому одну вот из трёх самых дорогих, блядь. Да, возьму. Скажу, других сейчас нету, сейчас у всех. Да, как гнида я ему сдам какую-нибудь, блядь. Однушку в три дорогую, блядь. Эх, как я, блядь. И получу себе 50% от этого, блядь. Депозита, нахуй, этого залога. Ой, тут много денег. Залога. Ох, как здорово это будет. А там на другом... Да, на самом деле. Вставайте сзади у дома, чтоб не убежал, блядь. Да-да-да, позовите этого большого, блядь, качка. Двое в кусты, будем представить, выйдет он оттуда, всё. Чё, чтоб я никак... Пошёл, как в середине человек в окно выходил, а там его ждали, блядь, да пиздец. Поймали, блядь. Да-да-да, прям спрыгивает и его там снимают, и куда? Вспоминай адресочек. Из офиса, почему бы, это серия проксора. Дом 16, четвёртый подъезд. Там должен подъехать этот агент, мы в лицо его не знаем. Я ему позвоню, и ты его узнаешь. Я в кого телефон уже... Блядь, надо ставить на беззвучник, блядь. Урешал, конечно, такие базары. Прикинь, там один чувак, ему звонят, а он уже всё понял, и стоит, типа, не берёт. И этот чувак здоровый подходит, да-да-да. А там в кармане звонит? Не-не-не, он не звонит, у него беззвучный, но видно, как светится экран через это. Он лежит экраном в кармане, и решил... Кто-то звонит. Ломаныш. Вот. Наверное, мошенники какие-то. Не берусь для знакомых. У меня просто, да, для знакомых громко музыка играет. А это кто-то я... Не знаю таких. Мне кажется, вам лучше взять, молодой человек. Может, возьмёте другого? Всё понял? И тот и другой. Он такой, наверное, всё-таки я пойду. Да. Да нет, блядь. 16, четвёртый подъезд, ровно через два часа. Хорошо. Понял? Кстати, по-моему, обычная работа риэлторов, мне кажется, ничего такого нет. Ну, если ты не наёбываешь, блядь, людей с детскими садиками в процессе, то да. Ну, как-то так. Так они издают себя в три, дорогая. Ну, в этом, да, типа, смысл. Пентюм, бич, пришлось аж кувалдой разбить. Дверь входную. Обманули. Наебали. Вот, надо было Решал его звать. О, это этот. Кореш его. Пентюм, как прямо этот, помнишь, как звали чувака, который этот, блядь. Бульдозер взял нахуй в США. А, да-да-да-да. Ну, его-то застрелили потом. Пентюму сошло всё с рук. Ну, всё равно обидно, даже когда ты кидала, когда тебе дверь кувалдой разлезет, блядь. А, ты сейчас не бил по... Прикинь, не ожидали, блядь, ёпта. Думали, кинем и кинем, а он пришёл, дверь сломал. Не, ну, я тут не разделяю, на самом деле, поступок Пентюму. Да, денег он своих назад не получил. Да, просто разбил двери. Да ещё и на кувалду пришлось потратиться, будем честны. Кувалда дорогие, наверняка. Да, хорошая ещё какая. Китайская бы дверь не разнесла бы сама. Тут прямо наше, отечественное. Хорошая. Ладно, я подъехал в подъезд, но, похоже, какой-то такой. Так, слушай, ну, это, похоже, наш. Сейчас проверим, я сяду в машину и сделаю ему звонок. Я жил только кувалду, значит, точно наш. И задесь ему на хвост. Это вот этот вот хуй стоит в куртке. Риэлтор. Видимо, его хотят, чтобы он привёл в агентство. Да не знаю, он нужен им. Это мне. Сейчас просто они пойдут в квартиру, смотри, смотри, как у квартиры вы и крепанут, блядь, скажут, что всё, вот ты попался. Пришли, блядь. Эта квартира не сдана, тебе надо сказать, не будут сгниёшь на 30 дней. Не, ну, значит, чтоб деньги вернул. А, мы скажут, мамочка, мы его убили. Они такие, даже лучше денег. Да и, наверное, мразь эту, блядь. Физография есть. Вот. Женя, от Валера. Да, Валера, я на месте. Я не могу сейчас приехать, у меня обстоятельства изменились. Ну, короче, мои извинили. В конце концов, имейте вот пробки добраться так, как это возможно стоять. Хороший риэлтор такой, сразу же матюгаться. Блядь, да как так-то? Вдруг чувак реально не смог приехать. Не-не-не, я просто, я вам больше не позвонил. Я вообще-то, блядь, думал завтра, блядь, но вы, конечно, это... Ты чё охуял, я даже в пробке, блядь, ебать, вы вообще... Ну, если честно, Антон, конечно, в чём-то и прав, риэлтор. Он ехал-то сдалека, наверняка. Ну, блядь. Офис всё-таки за вторым. Не нравится? Пусть в Макдональдс идёт работать. Там слышал, блядь, каждый раз в одно и то же место едешь и каждый раз работаешь. Если нет такого, что ты приехал, доработаете... А, ну ясно, спасибо за совет. А ты иди, нахуй, тогда. Сказали, что нет времени. Изменились обстоятельства, поим? ВАЛЕРА, блядь, это пиздец. Какой Валера, блядь, Валерий, нахуй. Надо отвечать, я позвонил. Отвечать надо. Ты, ты кем работаешь, блядь? Риэлтором или вором в законе, блядь? Надо отвечать, блядь. Меня поражает иногда, когда вот с тобой разговаривают до какого-то момента прямо так вежливо, да? Особенно вот как в этом, по телефону, когда звонят кидалы из тюрьмы. Ты там, да, ты на обороте, надо посмотреть CV-код, конечно, сейчас скажу вам его. Если б только ты не кидал и был ебаным. Он такой, ах ты, ах ты, сука. А он такой, да, будьте добры, мгм, я жду. Сука, тварь, ну ты тварь, конечно. Я сделал время моё, потратил, блядь. А ты не тварь? Ты чё мне звонишь? Хую, хую путала, ебаная, блядь. Ты, сука. Медораз, блядь. С какой колонии, блядь? Я прям сейчас за хуй во всём. Да и добавится ещё пять лет. Счастливо. Не, ну пацаны крутятся. Можно понять. Телефон выходит. Оборван всех на деньги. А, принял. Всё за ним, да? Так это слежка получается, это уголмовка. Ну мой, типа, видишь, они следят за чуваком, который совершает правонарушение. Следовательно, они фиксируют правонарушение, нет? Не знаю. Ну оно не в конкретный момент, блядь. Ну типа, если... Видеосъёмка получена незаконно, не является доказательством. Так они ничего доказывать не надо, они ебасос просто ему. Разобьют кому? Не, ну если разбить ебал, так можно даже не снимать. Это тебе чё, час суда, что ли, блядь? Кто тут вообще будет доказывать чё-то, блядь? Так и... Нет, я понимаю, я понимаю. Доказывать мы будем в суде, здесь мы ебальники бьём. Это вам, это к этому, к Разумовскому, блядь, Пашаеву, вот, пускай они докажут. Я вам сейчас буду, молодой человек, бить ебасос за то, что вы кинули женщин с детьми, блядь. Понял, понял. Да-да-да. А то, что мы незаконно вас преследовали, так, конечно, незаконно, да, вы незаконно. Так он на них подаст ментуку и... Не подавайте, а на вас подадим, что вы кинули тёлок, и ещё я всё... Так я, мы, смысл... И я всё равно так и так вам ебальник-то разобью. Получается, что вы подавайте, не подавайте, а ебальник ваш будет бит. Ебальник-то ладно, он заживёт-то, ничего страшного. А я так помню, чтобы... Ты не зажил? Напоминание осталось небольшое. Так это срок решало. Нет, косметический. Срок это если функционально что-то это, а косметический так, типа. Всё равно, мне кажется, надо звонить на ментал. Зубы выбил, блядь. Это дорого. Теперь никто не возьмёт исчерватого риэлтора, блядь, хату. Он такой, хата хорошая. Отличная хата, покупайте, а. Может свистеть вообще прям туда? А почему у вас зуба нет? Да-да, ничего это, я меняю просто на импланты. Поставим времени. Посмотрите сами, я его никто в глаза не видел. Эконом. Он денег у девчонок на руки не брал. Но мы-то с вами понимаем, что он связан с этим администратором Оксаной. Потому что Оксана без него такую махинацию бы никогда не провернул. Ну так, блядь, он очень... Сексист, конечно, такой. Да-да-да. Конечно, Оксана, она женщина, она никогда не сможет такую придумать хуйню. Я же ебальник не могу разбить. Мы будем Евгению её бить. То есть Решалин импонирует все кигняки, в которых в схеме есть не только женщины. А его бы жёстко попался на какой-нибудь Рен Адлер, как Шерлотт Холмс, который тоже её недооценивал, блядь. И чё, и чё бы. Будь осторожен, сейчас девочки такие же умные и смешнее, как Картман говорил, блядь. Да, он подумает, что... А на самом деле кинула-то, блядь, какая-нибудь из мамочек одна взяла и с деньгами, блядь. И он в конце, как в фильме, понимает, что всё это время его водили за нос. Или что это та первая, которая сняла хату, тёлка кинула. Ну, кстати, может быть... Не, я всё-таки надеюсь, что когда-нибудь реш... Просто решала, понимаешь, выбирает ещё, кому бить ебало, кому не бить. По мне так надо бить ебало всем мошенникам. Вот стоит женщина, вот идёшь просто по очереди, а тебе, блядь, тебе... Бах, бах! Женщина, старик, мужчина, инвалид, ребёнок. Это не люди, это кидалы. Им было там всё равно. Последние у тебя деньги, не последние. Они прям нагло тебе в глаза врали. А теперь они такие, не бейте меня, пожалуйста, ты охуёл. В смысле тебя не бить? Побью. Ну, я тебя вообще хотел искалечить, а так просто побью. Хорошо, что попросил, блядь. Начал бы, сука, что-нибудь оправдывать, если бы... Убил бы тебя. У меня у самого такое положение, просто сразу ебало, бах! Какое у тебя положение? Ты кидала. Наша задача обнаружить связь Оксаны и этого риэлтора. Ну, а как-то обнаружим, блядь. Сейчас. Ну, он показал, что тянет, конечно, такую теорию, то есть как бы... Что? Сейчас мы пропедалируем, провентилируем вопросик. За несколько дней слежки за этим риэлтором Евгением, мы о нем много узнали. Чё, в Москве ты не хочешь съездить в Москву-то? В рот я ебал, блядь. Два миллиона, блядь, плати, поеду. А тебе, чтобы ты со мной компанией... Ну, не знаю, тому, кому я в Москве нужен. Я, я называл эту цену Ургантуа, называл эту цену Дудюа, ничего нет. Нет, я максимум могу тебе предложить билет туда-обратно, Сапсан, ну вот. Ну, нахуй, я могу просто, знаешь, притвориться, что я туда съездил. Не, просто как бы не понимаешь, открываются возможности, мы бы легко с Владом Решало могли созвониться и какой-нибудь коллаба там. Я сам Решало. Не знаю, ничего ты решил, по-моему. Хованский разрулит, видел? Иногда лучшая помощь, это просто совет. Блядь, у меня был такой... Так а, и что, он пришел бы и сказал, у меня кинутать деньги, больше не попадайтесь. Такой, типа, знаешь, Юра, Юра, типа, у меня бандиты, блядь, деньги требуют, блядь, я, типа, в долг у них взял. И я такой, ну я, конечно, ничем не помогу, бандиты они опасные, но я помогу вам советом. Не стоит так делать, не берите деньги в долг, как бы важно, как бы не хотелось, не надо было брать. Тебе просто надо давать универсальный совет всегда, знаешь, там, типа, игра не стоит с вещей. Да всё того... Да не надо, уже не возвращайте. Того чего, как говорится, Бог дал, Бог взял. Собирайте вещи и просто вот уезжайте. А бандиты опасные, очень-очень. Вам лучше, наверное, больше в Москве-то и не появляться. Блядь, а вы уезжайте. Вот то, что вы сейчас появились у меня в эфире, бандиты-то тоже смотрят? Да-да-да, они увидят вас. Они поняли, что вы на них стучите. Вы знаете, они даже и меня, если я что-то такое скажу вам, типа, поэтому я вот сразу... Им не понравится. Я и так максимально обтекаю вам. Да-да-да, как бы, чтобы никого не обидеть. Так. И буквально час назад на связь вышел Миха и сообщил... Миха. Вернулся в квартиру, в которой буквально некоторое время назад делал показ. При этом вернулся он в эту квартиру с вином и коробкой конфет. Ебать! Он там будет! Семейный бизнес, блядь! Понятно, блядь. Какой? Так вот сейчас это Оксана, которая деньги забирала. Это его тёлка, очевидно, блядь. Он её будет. Он собрался на съёмной хате драть её? Да. Нихуя ж. Риэлтором будет не так плохо. Чувак! Никто и никогда не покупает вино и конфеты, кроме как вот... Блядюги. ...кого-то драть, блядь. Я... Я столько... Я столько вина купил! И, блядь, ни разу конфет не захотелось, да. А я думаю, те люди, которые конфеты берут, они как бы... Да, это вообще, кажется, какая-то хуйня придуманная. Никто... Кто вообще выпил вина и закусил конфеты? Это невозможно! Это какая-то хуйня из какого-то фильма, которую потом просто растирать жиром и сказали, теперь так надо делать. Да. К вину нужна сырная тарелка, как Виджелин говорил. Может, он всю эту тарелку нёс? Косичку. Просто так, что ли, в квартиру? Весёл виду, здесь чуваки моются в сырь косичка. Даже смотреть не хочу. Он ещё не живёт. Ну, сто процентов, он там не один будет пить вино и закусывать конфетами. Да, уж. А прикинь, я открою. Он реально сидит с бокалой и конфеткой. И решил такой, о чём-то ещё? У тебя же что-то на 150 штуках кинул, блядь, ёптуте. И экономно тратит. А долго, что простит? Обман. И я попросил... И по бутылочке, и по коробочке. Он даже на себя проецирует. Он попалил ещё одну камеру около входа в квартиру. Так что будем ждать новостей от Михи. И я очень надеюсь, что Катя опознает в гости этого Евгения ту самую Оксану, которая брала деньги у бедных молодых. То есть он уверен, что брёт Оксану, да? Ну, чтобы доверить деньги, ты же не доверишь деньги другому кидали. Поэтому он женщине своим прочим. Другой кидал просто возьмёт, деньги не отдаст тебе ничего. Это же логично. Так же от тебя загадишь. Подожди, я... А, встречать идёт? Не, ему зачем встречать, он просто... Нет, он идёт за бабой. Пойдём, кидайте трансляцию. Она не знает этой квартиры. Она же съёмная, она там ни разу не была. Ебутся в новых апартаментах. Блядь, позвонить и сказать, вот, блядь, такая хата. Позвони в дымофом. Это ты, а тот джентльмен, который будет ебать свою даму. Ну... Красота! Это, понимаете, да? 50% уже успеха. Вышел, встретил или открыл дверь. А если она приходит, такая... Ой, какой галантный молодой человек, там в лифт даже... Потом открывает дверь, всё, проходите. Вино и конфеты. Ну, просто сейчас прям кто-то пойдёт на пол и отсосёт ему. Ну, если виной конфеты есть, могла бы и сама подняться. Ну, это ты и так думаешь. К сожалению. Нам нужен наверняка. Я не помню, где услышал эту фразу. Да я её до сих пор использую, типа... Какую? Я всегда... Не всегда... Я женщин встречаю один раз. Вот так, показывай. Вот так идёшь. Всё. Да и с этого момента... Сама по себе, блядь. Нихуя себе, ребята, чё... Всё, не глупо. Запомни, как идти. Всё, теперь без меня. То есть, дорогу показываешь? Да, да, да. Один раз. Ну, это не страшно. У нас есть вторая камера. Блядь, сейчас лица наверняка будут идеально. О, нихуя у них камера, блядь, какая-то крутая. Да, идеальные, блядь. Идеально всё видно. Здесь лицо девушки. Отчётливо видно. Сейчас сделаю фотографию, отправлю Кате. Да это точно она, блядь. Ну, ты решал прогрессивный такой... Так, значит, снимаем экран. Экроном снимаем экран. Ну, наверное, на... У него Apple, блядь, тут и... Сложно принскрин делать. Какие-то завитушки. Помнишь, Windows? Всё, тремя пальцами вот так провёл. Айфона не пользуется, пиздят фотки. Сейчас как-то дикпику гонят, потом ходи, оправдывайся. Ну, лучше всего, вообще, это разгладушка, как у Гриши, блядь. Там ничего не спиздят, там ничего нету, нахуй. Ни фотографии нету, просто можно хоть эту... Ебать, откуда, с каких годов у него телефон вообще? Алло. Катя, здравствуйте, это Влад. Я вам только что отправил фотографию. Вы эту девушку узнаёте? Да, Сука! Да, Влад, 60 тысяч, где моих быстрей? Влад, блядь! Влад, это она! Аллач, где адрес? Какой адрес? Я приеду, сука? Я еду за деньгами, Влад, вы меня не отгад... Где, как? Где, сука? Что? Это именно та девушка, которая... Да именно та... Именно, я не спутал, это она, блядь. Как легко вспоминать лица людей, которые тебе деньги торчат, блядь, да, прямо... Сложно вспомнить, знаешь, каких-то одноклассниц, которые там мало общался или... Когда ты, да... Да, пиздюком изначально... А если они у тебя заняли деньги? А занял деньги просто какой-нибудь... Или там диск какой-нибудь чувак взял в школе и не вернул, прям... Никогда не забудешь. Закрыть глаза и вот он там плящет с диском твоим, прямо, или с деньгой. Прям вот еще... И ты прям слышишь, как она хрустит, там, щуп, щуп, щуп... Давай, поганая теперь не достанешь... Небось, потратила на всякую хуйню. Мои бабки! Бабки... Катя, да, я эту девушку нашел, и вам придется, наверное, в ближайшее время подъехать в адрес. Скажите мне... В адрес! Закрываем решалу, бинго. Я не знаю, почему он пользуется этим по отношению к каким-то просто обычным людям, а я, может, не могу понять, как его... Показывает превосходство. А, что он, типа, крутой, в адрес. Он же работал какое-то время в органах, вот это, типа, это такое, что, типа, не пальцем делом, блядь. А что, в полиции в адрес говорят, понятно? Да ну. Ну, нам же писали комментаторы, да, откуда у него это. Ну, я тебе могу заверить, что в полиции не говорят нырнуть под корягу. А может, уже говорят, кто его знает? Пиздатый гараж, кстати. Это не проблема, и к вам не еду. Откажите, Влад, девочек, брать с собой или мне одной подъехать? Вот и правильно. Лучше приезжайте одна, так будет удобнее и быстрее. Сейчас, в ближайшее время, мой помощник скинет вам адресок, и вы сразу подъезжайте туда. Туда, сразу. Вы сразу! Не туда, а туда. Всё, спасибо, жду. Угу, всё, на встрече, до свидания. Блядь, такое ощущение, ты столько, вот, ты видел, да, папки какие-то дела решал. Да, да, реквизит просто, он же думает. Он картотеку собирает на людей, мне кажется. Он все киняки складывает, подшивает, потом может просто... Я думаю, ты его с Петром всё-таки путаешь. Это, видимо, это файлы Петра, которые не поместились просто. Просто они, да, да. Такой, Влад, я положу эти, блядь. А там они не бумага, там открываешь, там просто флешки, ССДшки, типа там... Просто что? Всё забито. Выглядит, да-да-да, как будто дело такое, а там, это что такое? Нихуя, нихуя нет. Такой, Влад, это то, что я тебе не советую решительно к твоему компьютеру подключить. Такой берёт лимонный сок, и там всё проявляется, он такой вот, ты балда, блядь. Я же решал, а всё сложно. А потом... Прям на ССД проявляет. А потом ультрафиолетовую лампу включает, у него вся стена разрисована, значит, это, это самое... Как в этом, как форсажи, блядь. Или, не, это как бы, угадали 60 секунд было. Я думал сияние, но тоже неплохо. Кстати, скоро выходит сияние. Ну, ещё я уже видел сияние. Какое, старое? Да, да я, я ебал, я не понимаю, это хуйня какая-нибудь, эти фильмы. А зачем вы переснимаете? А зачем вы переснимаете фильмы, которые я видел уже? А зачем ты играешь в игру, в которую ты играл? Мафио, блядь, сидел сегодня, играл. Это, это чё? Это чё такое? А там граффин. Ай, иди нахуй, всё. Граффин научили. И там тоже хорошая картинка, блядь. Там, блядь, 1 в 1, кубрика, блядь, самолёт летит сначала. Зеркать и пусть туда немедленно выезжает. Мода сейчас пошла, нихуя не придумают, нихуя не могут, нихуя. Нихуя, не переснимайте, ну всё, что можно, блядь. Надо, знаешь, переснимать, типа, от самого начала к самому концу ремейки делать. Чтобы уж не отставать, как бы, то есть всё, мы начинаем самая первая игра. Понг какой-нибудь это. Вот мы переделываем. Вот ремейк Понга, начинаем. С крутыми возможностями. И теперь вот всё прям по списку. Идём от Понга к Годов Вару, блядь, последний мой. А давайте, не, почему переснимать? Давайте переснимем этот самый самогонщики с Двойным Джонсоном, с Джессоном Стэдхоном. И с Дмитрием Ширакуэсом, блядь. И вот с ним тоже, да, чтобы... Посмотрим, как будет. А вместо собаки там будет... Ты в курсе, что Дмитрий Ширакуэс теперь уехал в Великобританию и работает плиточником? На какие деньги? А всё там строителем работает, блядь. А кто взял? Кто взял? Да ты кто? Он в Ромович, наверное, так плитку кладёт. Нет, просто плитку кладёт, денег нет. Он таксистом работал, блядь, это... И говорит, типа... Я поражаюсь просто, блядь, вот... Все говорят, там, допустим, вот переехать куда-то. Он такие, кому ты там нужен? Пшш, поехал, блядь. Ты чё, угораешь, что ли? Вот таких Ширакуэсов у нас пол страны. А он, а он возьми... Вы, дурачки, щукинку какую-то закончили, и вы поехали в Великобританию, где Шик Спир стал. Макбэ отставили, блядь. Вы туда приехали, вы там, сука, плитку класть. Это максимум. Это ещё Ширакуэс хорошо устроился, блядь. Это ему ещё... Вы там нахуй не нужны, вот, блядь. А ты вот сменёшься, а потом к нам приходит... УВИБОЛ. И говорит, оп, экранизация GTA 4, всё, не кобберишь сербус. И после этого тебя даже, даже с плиточника увольняют. Почему? После того, как ты УВИБОЛа снялся, блядь, чувак. Ну, не знаю, я бы снял свой УВИБОЛ. Всё, короче, не верьте в эту хуйню, там везде полно своих мельников, блядь. Не, почему, едьте все туда, едьте кто хочет. Везде нужны плиточники, вот и в России тоже, блядь. Вот к нам приезжают с ближнего зарубежья, блядь, плитку класть, а наши, блядь, актёры туда едут, плитку класть, блядь. Очень странно, почему так получается, что вроде как и у нас плиточники есть, но наши плиточники уезжают туда. А те плиточники приезжают сюда, здесь, клади здесь. Зачем ты уехал? Зачем ты уехал в Англию, блядь, плитку класть? Это ты охуел. Потому что сразу на Луну бы полетел, и там, кстати, слышали, да, эту историю? Борецкий выкупил земельный участок на Луне под кладбище. Борецкий, что такое? На сайте получи свой бесплатный участок луны.орк или? Платный, кстати. Хахахаха. Хозяин этой квартиры. Луна.биз. Да, да, да. Борецкий, наверное, просто взял готовый и фотошопил туда это, блядь. Вот туда, на кладбище, космическое похоронить меня. Спасибо, принял. А хозяина зовут Олег Иванов, а вот и телефончик. Вот и всё. И пока жуликом оказался Олег Иванов, блядь. А с другой стороны, решала ты не сделал, ничего такого, чтобы не сделал ты сам, в общем-то, щас. Ну, щас, щас начнётся именно. А, чтобы я не смог сделать. Чтобы ты не смог сделать, всё верно. Я хотел набить, ебасу. Мне что, это правда. Ебасу. Заговаривается бить. Да, слушаю. Здравствуйте, Олег. Алло, здравствуйте, это Олег? Да, да. Мы в курсе, что в вашей квартире щас чмару жарят, блядь. Или ваш риэлтор, блядь. Влад Чижов, я на телевидении работаю, программа решала. Да, здравствуйте, да, знаю, только смотрю, а что случилось? Скажите, Олег, это вы хозяин квартиры, бульвар, дом 7, квартира 145? Да, моя квартира. Скажите, Олег, а вы свою квартиру не доверяли риэлтору Евгению? Да? Ну, он тоже, да. Музыка, как из ОНО, блядь, прям. Чё, прям такой, знаешь, как будто всё складывается в голову. Пазл. Доверял. Доверял. И, знаете, наверное, что прямо сейчас этот Евгений жарит бобищу на вашей койке, блядь. А он ставит. Не знаю. Что-то, конечно. Ну, в общем, я вас расстрою. Этот риэлтор Евгений мошенник. И сейчас в вашей квартире со своей подельницей у них там романтическое свидание. Я так понимаю, полномочий проводить романтические свидания в вашей квартире уже не давали ему? Не давал. Не давал. Там разрешение ебать кого попало. Ладно, жильцы, ну а, блядь. Можно такое спрашивать? Такое, а можно я пока нет жильцов пожарю тёлку свою в вашей хате? А, ну а чё? Да нет, блядь. А можно вообще-то, надо спрашивать что-ли даже у тех, у кого я квартиру снимаю, можно ли в вашей квартире вообще ебалтся? Дрочить повсюду, например. Можно повсюду, да. Или у вас какая-нибудь отдельная комната. Или у вас тут везде камера. Скажите, слепые зоны есть? Нету. Ничего такого не давал. Олег. 360 камер. Да-да-да, виси прям вот. Такая история. Не спрячься. Эта парочка кинула очень многих людей, и я хотел бы встать, чтобы дырка тут дала. А, да-да-да, помнишь? Мы же когда снимали, там сверху немного прям. Вот если под неё как-то, не знаю, на потолке отрочить. Вы мне помогли. Нужно этих ребят вывести на чистую воду. Вы можете мне помочь? Да. Конечно, давайте чтоб не требуется. А, тогда у меня большая просьба. Минут через 30-40 подъезжайте к своей квартире. Встретимся. Решал надеяться, что он за это время ещё не кончит. За 30-40 решал. Бля, да это много. Через 3-4 минуты надо быть там, бля. Да, он через 3-4 минуты выйдет на балкон покурить. А через 10-15 уже съебёт оттуда. Или спать ляжет. Не, спать ляжет всё хорошо. Не забудьте, пожалуйста, взять второй комплект ключей. Да. Как же мы иначе-то за хуй его схватим, бля? Вот уж не хотел бы в такую ситуацию попасть. Я кидала, ебу свою шмару с конфетами. А тут дверь... Дверь щёлкает, кто бы это мог быть? Может, хозяин вернулся? А что ему надо? Да не только хозяин вернулся. Надо сказать, что я сам эту квартиру и снял. Вот деньги. Как раз хотел вам передать. Возьмите. Возьмите. Квартира нормальная. Такая хорошая, что я же сам буду жить. Он такой, да нет, погоди. Не будешь. Мы по-другому вопросим. Будешь. Тогда до встречи. Ага, до свидания. Испугался. Пиздец. Будь сюрприз. Будь сюрприз. Поехали. 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 Сейчас, сейчас сюрпризик мой, бля. В адрес, значит, поехали, да они? Поехали. Одинаковые, одинаковые. Я думаю, тут, блядь, и за час не приедешь, блядь. Там, блядь. Решал, нам туда просто, вот я вижу дома. Окно. Пропустите, блядь. По встречке хоть. Чувака поймать надо. Поброси, пусть она пройдет в первому подъезду. Ебется сейчас там прямо. Все торопятся. Так, ну че? Че? Там на месте еще. Мех. Он там не выходил. Не выходил. Ну все хорошо. Идем быстрее. Не выходил, значит, уже не торопимся. Здравствуй, Катя. Ну что это за люди такие? Не стыда, не совести просто. Вот хочется в глаза им посмотреть. Так, все, ты подожди, блядь, там хуйню внести. Сейчас мы его за хуй схватим сначала. Обязательно посмотришь. Таким мудлецам надо где-то в глаза посмотреть. О Олег, приветствую. Да Олег. Они еще в квартире твоей. Олег похож на какого-то этого Балкина, блять, или этого, блять. Гальцева, Гальцева, да, говорит. У Freak. Да, смотрим, любим. Ебать. Почем мы лезем. Пойдем. Туда помогаем пройти. Поехал, брат, к сестре, аж как с бербанки-то пальнул, блядь, на мураном куке сестренку поведу. А, обиделся, братан, поехал, нам как-то деньги просить у кого-то, чё? Какая-то такая, ебать ты, такие знания у меня сейчас вскрыл старинные. Мы бы с тобой могли, как эти братья под Маренко, блядь, ты бы был гальцем, моя бы ветром, блядь. Миниатюра, поехал, брат, ебать ты, конечно. А шутки шутками, а они вдвоём на этой хуйне заработали, наверное, больше, чем мы за всю карьеру, блядь, это ж надо сколько лет кататься? Да, я не удивлён, если, блядь, два миллиарда, блядь, ой, ебучего, сами знаете. Ты Тросяна? Тросяна, в чём, боишься, даже фамилию подумал. Страшно. Наверное, не стоит говорить ебучего одного человека. Ну а миллиарды? Теперь только миллиард, братан, теперь только миллиард. Миллиард. И у Степаненко миллиард. Думаю, ещё чё-то она закрысила, она похожа. Да они там всё в картинах хранят, у них денег-то нет. Да, картина хуйне определись, сколько стоит сейчас. Пока её не купили-то, блядь, может больше, может меньше, блядь. По картине продают, получается, каждый месяц. Самую нелюбимую просто. Я думаю, Евгений Владимирович. Картина. Старичок, ты можешь ещё. У них ребёнок, кстати, зачат. У кого? У Петросяна, новый, вот. Да это не от него, блядь. Да ты охуел. Попросил кого-то. Виногура. Орени рогатые, блядь. Виногур такой. О, трёх, ёп, 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 ёпма. Да мы, мы расти, с лёвкой, с лёвой лещан. А мы, пу лёвкой, да, мы это с лёвкой. По волге, блядь. Пылем, блядь, мы hail шлюху горят. А я говорю, как, клёво. Что это было, это? Да, раздевается такое. Хуйну такую. всех вокзалов поезда ничего не обещай ничего не говори а что понять и мою печать смотри закройте за мной пожалуй а дрыхнет храпит о а чё ебутся ебутся за хуй сходи я тебе квартиру доверю а чё ты тут занимаешься чувак на почте я тоже только сейчас понял вы чё охуели вам патчу техникату сдал а вы не снимайте частная жизнь что вы делаете подавай рассказывай а ты чё тут ты все неправильно понял олег ты все неправильно понял да я по моему все пиздец как правильно понял ебут на Сергей я все понял Сергей чё ты риэлтор недвижимость свою повесил как тебе не стыдно вообще у кого ты воруешь у детей ты воруешь да вас в тюрьму походить надо заебись все хрипанули шавашовку голову этого блять чулках еще ишь что на чулке деньги есть блять ёпта а чулки то из агента колготы носить надо блять агента провокатора дорого наверно стоит на 150 тысяч купил ей сымай блять чтобы прекратить ваше унижение тебя 150 штук вы 4 молодых мамаши опрокинули на 150 штук нам не надо проблем нам не надо проблем нам не надо проблем так людей не кидай сука прическа такая модельная у нее тут все выпрямо ща я все переведу ребята нам проблемы не нужны 925 2288 60 ну-ка дай комиссию кидай еще тварь блять давай больше на 500 рублей комиссия нахуй с банка на банк перевел вот все и еще 30 дохуя ха 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 все блять что это решало такую блять ладно поехали сами разберутся все блять наказание блять в простыне домой пойдет давай давай нет павел техник конечно на мороз выставил голыми людей показал блять ёпты что не прости подобные отношения не 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 куртки то остались Олег ну мы наверное тоже пойдем хорошо нормально ты с ними расправился это если чё ты сидишь давай я у них вещей не трогал ничего там телефоны еще ущерб будет блять ёпты несколько тысяч это ты здорово их уделал мы зафиксируем на камеру как их уделал Олег Олег конечно ты их уделал а я это ничего не делал блять А я просто морял. Счастливо. Счастливо. Всё, поехали. Пиздец, хата, конечно, у Олега в такую хуйню попала в передрягу. Ну хоть и детский садик. Такая музыка весёлая. Дядь дома. А, нашли одёжку-то. Бомж такой, кода! Бля, моё нашёл. Только свою найди, блядь. Там уже бабушка отрядился. Чтоб просиделся. Нет, это у него был выходной наряд. Он его повесил. К бомжи их и пойду. Мерзкий, мерзкий какие-то. Я его, блядь, взял там защиты. Остатки какого-нибудь егермейстера нашёл. Да-да-да, выкину там. А туда? Чтобы облизал егера. Помыть дневным балансом, блядь. Спасибо огромное. Я прям, вообще, я такая радостная просто, что так всё закончилось. Так а деньги всем вернули? Только ей, она сама рассчитает. В Пекине она такая. Нет, решил только мне вернуть. Сказал, не осталось. А прикинь, там банк блокнул, операцию слишком много за раз. И обратно вернули этому чуваку. Чувак такой, да, кинули, это вообще деньги. Кинули мошенники. Блокируйте операцию, верните деньги. Прямо сегодня, прямо сейчас им позвоню. Будет повод чаю попить вместе, всё обсудить. Будьте, пожалуйста, поосторожнее. Конечно. Но я вам всем желаю найти нормальный детский садик. Спасибо большое. Да хуй там найдут. Знаешь, я вот на самом деле сейчас просижу так, просто на секунду, почему-то подумал. Вот значит, он позвонил. Сказал, отмените операцию. Она уже деньги сняла. И у неё ноль. И прикинь, и потом она типа видит у неё операция минус 120 тысяч. Нет, они звонят только когда операция ещё не прошла. Как раз для защиты от скама. Типа, как я тебе уже описывал историю с тем, что ты меня как будто бы кинула, а на деле не кинула. А мне вернули деньги, блять, откатили. И мы, получается, деньги дюкнули. Нет, на практике это так. Тебе просто скажут, никому не надо говорить свой свиви. И цифры, и то, что вы там в вас кинули. Если вы считаете, что вас обманули, обращайтесь в милицию. Мы ничего не будем, блять. За то, когда мне надо, сука, перевести, блять, ёпта, Деньги, блять, ёпта, не знаю, на реквизит, нахуй, говоришь. Нет, они мне звонят там, ёпта, это вы переводите 8000 рублей, блять. Вы, блять, ну подтвердите. Да, я на парике. Какая, блять, последняя цифра, нахуй, вашего, блять, ёпта, этого, нахуй. Пошли вы нахуй, блять. Счастливо, Катя. Вот поэтому не снимаешь ни фильмы. Просто, вы видите, у Юры проблемы. Не может никак... Да, да. Ссылку на Донейшн Орёртс у Юры где-нибудь, да, оставишь. Да, кидайте, кидайте. Ну и хуй, я их выведу, опять-таки, блять. Я просто игры смогу на них купить, блять. Не, иди на игры, иди нахуй. А чё, игры сейчас по 5000, пригодится. Ну, в том и дело, блять. Я не буду 105-й раз напоминать о том, что если вас торопят, просят сделать предоплату вперёд, не дают возможности опомниться, скорее всего, это мошенническая схема. И прежде чем отдать деньги, всё можно проверить. Надо только помнить о том, что любой ажиотаж, это мутная вода в котором... Мутная вода! Мутная вода, ребята. Записываем в решало деньги. Мутная вода, это? Мутная вода, блять. То есть не просто какая-то хуйня? Муть, блять, муть. Мутная вода. Мутная вода, ребята, в неё заходить нельзя. Там и корягу не разглядишь, блять. В мутной воде не поймёшь. Смокнёшься и под корягу упадёшь. Мошенники, вот чтобы не быть наживкой, не забывайте эти простые правила, и всё будет у вас хорошо. Проверяйте, всё надо проверять. Спасибо, Влад, надеюсь, что у нас правда всё будет хорошо. Честно, честно признаться, мы когда начали смотреть этот, я думаю такой, как ты хуйня про детский сад? Ёбля, на чужих хатах, куда нас завела, вы представляете? Да, ниточка-то ёбаная. А у кого всё тоже надеюсь, что будет хорошо, так это у участников шоу Беременна в 16. Это да! Реакт, на который вышел на моём канале, переходите, мы там с Антоном три часа ебашим, блядь. Ставьте лайки, пишите ваши комментики, поддерживайте. И я думаю на сегодня всё? Да, да, ребята, вот такая вот история. Ну всем пока, не болейте. С вами был Юрий Хованский, Антон Власов. Пока.